ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, вот, знаете, есть такая известная сценка, как бы, даже анекдот по поводу смешанных чувств. Так. Но, с одной стороны, я очень рад, когда всяких безответственных ублюдков... Бастардов, лучше говоря. Бастардов, да. А с другой стороны, вот тот ли это случай или нет, нам сейчас предстоит обсудить. Впрочем... А сейчас что это было? Что за предложение без начала и конца? По поводу блогера, которого посадили за наезд на Амана Тулеева, губерната Кемеровской области. Ага. Есть предложение. Угу. По этому поводу позвали. Господи. А показали свои фотографии до эксперта? К черту, к черту блогеры. А зачем тебе блогер, Толь? Какой бы ты ни был, за что бы его не посадили? Посадили и ладно. Пусть сидит, что там? Пусть сидит, и мы посидим. Чего нам его трогать? А как блогера зовут? Остановите это слайд-шоу. Аватар блогера. Друзья, у нас Ксения Мартыненко в гостях. С ней-то мы эту тему сейчас и разомнем. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Вы зачем-то парализовали работу? Все, я забыл про блогера вообще. Здравствуйте. Алексей. Очень приятно. Ксения. Здравствуйте, Илья. Блогер. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Блогер-неудачник. Вот мой блог. Почему неудачник? Вот мой блог. Потому что блогер-минус тысячник. Ну что, Анатолий, у вас есть еще какие-то желания что-то обсудить? Я не знаю, что-то кроме наших сегодняшних гостей. А вы же в интернете сидите, бываете? Пишите, читаете? Да, в последнее время очень часто провожу там время. Последние лет пять, в смысле? Последние, наверное, да, лет шесть. Последние? Ну, вы знаете, я могу сказать, когда я поступила в университет, естественно, я зарегистрировалась на сайте, одноклассники, это социальные сети. И, наверное, с этого началась моя такая вот интернетская жизнь. Падение в бестницу. Хотя сейчас абсолютно этим не пользуются. Достаточно было сказать да. Хорошо. Не, в хронометрах тянем, все нормально. Послушайте, а вот мы давно просто про это говорим, и нам кажется, что, ну, например, там, деанонимизация интернета, она решит эту проблему отчасти. Проблему совершенно безответственных заявлений, оскорблений и всякого рода мерзости, которая потоками льется в интернете от людей к другим людям. Есть же такой эффект? Есть же такой, так сказать, феномен? Вы же когда шли в интернет вот в последнее время, вы же понимали, что интернет такая, это немножечко особенная, как бы, реальность. Она с такой, с бытом вашим в настоящем, в настоящей жизни, она не очень много общего имеет. Там люди могут послать друг другу матом. И вообще ничего не значит. Вообще ничего не значит. Мне нужно было просто сказать «да», Толь. Да? Мне просто ответить «да». Не знаю, тут надо задуматься. Здесь, это конкурс, кто дольше протянет хранометраж. Отвечайте, отвечайте. Ну, вы знаете, я думаю, на самом деле, что все зависит также от человека. Допустим, я никогда, я вам честное слово скажу, никогда не сталкивалась с, скажем так, ненормативной лексикой в интернете. Ни разу не сталкивались с ненормативной лексикой в интернете? Нет, я имею в виду, я просто, наверное, может быть, не заходила на такие сайты. Или... Ага. Я обычно смотрю новости, BBC, Евроньюз. И... И канал культуры, но это само собой. Нет, канал культуры я не смотрю. Слушайте. Ну, я, конечно же, знаю, что, естественно, можно в интернете сделать все, что угодно, и люди, наверное... То есть вы это знаете? Да, естественно, не понаслышке, у меня же много сопутствует. Давайте расскажем, о чем речь-то. Вот смотрите. Значит, суд в городе Югра, Кемеровской области. Я вас куда родом? Я сама из города Бреста, Белоруссия. Хорошо. Так, приговорил местного блогера Дмитрия Шипилова, нецензурно обругавшего, это цитата, в интернете губернатора региона Амана Тулеева и начальника областного департамента культуры и национальной политики Ларису Зауэрвайн. Продолжай, продолжай. А, я потерял, потерял строку. К 11 месяцам исправительных работ с удержанием, ну, и так, и так, и так, и так. Мы читали блог Дмитрия Шипилова. Не могли просто такую рекламу не прочитать. Не могли, естественно, не могли не прочитать. К счастью, все эти посты там висят. Мы ни в коем случае, я хочу что говорится отдельно, чтобы ни в коем случае не призываем сейчас заходить, искать и читать. Потому что... Это сделало решение суда. Да, решение суда. Так вот, вы знаете, что декриминализовали статью о клевете. Ну, то есть это теперь не судят. Теперь, соответственно, все что угодно можно под статью оскорбления. Причем там есть какая-то формулировка, что, типа, в момент... Оскорбление, что должностного лица. Да, должностного лица. Представитель власти. Оскорбление представителя власти. Прямо вот римское право. Да, все равно, что оскорбление Цезаря. Что бы ты ни говорил, сволочь. Ты не можешь это говорить про Цезаря. Вам кажется это справедливым? На самом деле нет. Мне кажется, что любой человек достойен того, чтобы его уважали. Вот. И не в зависимости от того, какой он занимает пост. Тогда получается, что обычный народ, скажем так, массы, они что... Недостойные, чтобы их ценили или уважали. Молодец. Мне кажется, что мы все люди. И вы знаете, на самом деле, я думаю, что именно государство, да, экономика страны зависит же не от тех людей, которые управляют, а также от народа. Молодец. Вот эти слова, серьезные, я говорю. Ну, правда, хорошо сказал. Я не согласен. Я готов подписаться. Нет, на глаза смотрел, я не слышал. Ну вот. Нет, просто у вас... Ну, мне приятно. Есть люди в жизни, которые вам не нравятся? Вот давайте прям совсем просто. Конечно, естественно, есть. А у вас есть блог? Нету блога? Нету. Ну, вот был бы у вас блог, и вы вместо того, чтобы прийти к этим людям, не знаю, под окно и прорать в мегафон, как вы к ним относитесь, что вы о них думаете, даже зачастую в абсценной лексике, вот так скажу, вы пишете спокойно, чтобы никого, и их не злить, как бы, и не плодить количество зла в мире. И спокойно в блоге, не стесняясь в выражениях, пишете все, что вы о них думаете. Потом эту запись раскапывают, и вас сажают за оскорбление. А вот скажите смысл того, если я напишу какие-то нехорошие вещи об этих людях? Вам психолог сказал, что, значит, выписывают негативную энергию. Нет, смысл, я объясню. Аман Тулеев, о котором мы вспоминаем, в прошлом году судился с кемеровским блогером другим, Александром Сорокином, которого обвиняли в клевете на кемеровского губернатора. В августе, там, 2016 года, Сорокин разместил в ЖЖ пост, содержащий обвинение, Тулеев посчитал, и, собственно, поэтому подбудил в суд, заведомо ложную информацию содержащую, о том, что Тулеев причастен к операциям с рейдерским захватом крупной собственности на территории Кузбасса. Сорокину было предъявлено обвинение. Соответственно, специальные, так сказать, компетентные органы занялись, заинтересовались, я думаю, аппарателли ли они, так сказать, вот расследованием этого заведомо ложного утверждения Сорокина тоже занялись исследованием-расследованием? Кто знает? Скажите мне. Вот это самое интересное, если человек заявил, его обвели в клевете... На эту тему нигде, ни одного упоминания, ни одного намека нету. На сколько заинтересовали вот те самые компетентные органы? Но Сорокин скотин, заинтересовался. Смотри, тогда получается презумпция в виновности Тулеева, да? Презумпция виновности блогера. Или кого там Шлемееву? Сорокина. Нет, если он, смотри. Тулеев, Аман. Да. Если расследовать его коррупционную деятельность, тогда получается у него презумпция виновности. Мы не можем говорить про какую-то коррупционную деятельность. Это было предположение блогера Сорокина. Да. Его посадили за клевету. Так. Но факт клеветы не был подтвержден, потому что никто не знает, что, может быть, он разоблачил, а не клеветок. А вам не кажется, что любого человека, в принципе, можно оклеветать? И, допустим, он может сказать в более корректной, скажем так, форме о другом человеке, высказать свое мнение. Это как? Я не хочу называть, что то, чем вы занимаетесь трейдерский захват, но просто как получилось, что это дом отдыха теперь ваш. Ну что это? Вот как это вы с вашими друзьями? Да, но к слову сказать, этого блогера не посадили, потому что как раз в тот момент произошла декриминализация статьи о клевете, поэтому он там выдохнул и легко отделался. Но это никак не меняется. Слушай, а может быть, он не оскорблял, а клеветал на него? Вот всеми этими словами. Слышишь, ну можно же говорить про человека, он дегенерат, дебил, подонок. А были свидетели? И подлин, что он клеветал. Клеветал. Весь интернет. Были ли свидетели? Вконечно вы девушку включили. Конечно, были, это же блог. Там же все записано. Свидетели были. Правда, может быть, это клевета. Вообще, это хорошо. Вообще, появилась в нашем языке год примерно назад, появилась такая фигура речи, как оценочное суждение. Такой юридический термин. То есть, это не оскорбление, это я, значит, не оскорбил вас специально. Это я вот, это я так про вас думаю. Это один из самых гибких, одно из самых гибких юридических понятий. Резина, резина нервно курит. Серьезно говорю, по гибкости. Нет, но мы же помним, кто ввел этот термин. Если такие люди вводят такие термины, значит, действительно, они действенны. Подведите итог этой темы, и мы на рекламу идем. Мне кажется, что оценочное суждение тоже может быть абсолютно разным, потому что можно выразить свою точку зрения корректно, а можно высказать свое мнение некорректно. Мы должны это обдумать. Давайте, может, поговорим уже про клевету, оскорбление, оценочное суждение, потому что Ксения совершенно не располагает к такого рода темам. Давайте о цветах. Давайте. Есть тема, которая вам, кстати, интересна. Ну, правда, вот эта тема нам интересна, она вот такая скучная, сухая. Не, не скучная, вернее, сухая. Такая яркая, клевая тема. Так, а вам все интересно? Это моя оцена. А вот что интересно вам? Вот вы пришли в нашу программу, мы вас взяли в соведущей. Какие темы, какой спектр тем у нас появится с вашим приходом? Ну, мне очень интересна межкультурная коммуникация. То есть это культуры разных стран и народов. А, ну, то есть это новомодный национализм? Ну, да, можно сказать так. Коммуникация межкультурная? Да, ну, то есть это как сделать так, чтобы, допустим... А это интересно, мы же так можем легко перебросить тогда мосточек к мультикультурализму, неудавшемуся в Европе. Вот, точно. Да? Хватит кормить Кавказ, вот эти все эти слова, да? Да, но, ну, больше так, в принципе, я специализируюсь больше по Европе, но, в принципе, давайте поговорим. Год чего в России у нас был? Год Испании в России, год России в Испании, также Италии. А нынешний? А нынешний будет год Германии. Год Германии. Да. А я в Берлин ехать не хочу. А я только... Да, хорошо. А еще? Это понятно, нет, это понятно. Это отложили, все, значит. Что еще, какие темы? Ну, не знаю, чисто женские, красота, маникюр-потикюр, волосы, одежда, любовь. Одежда, да. Любви не хватает, кстати, в программе. Любви не хватает, думаешь? Ну, вот сейчас, мне кажется, самое время. А вы могли бы прямо сейчас вот восполнить эту вот нехватку любви прям и нам, да и всей стране? Ну, потому что есть какой-то дефицит легкий. Конечно. Вы только не увлекайтесь, пожалуйста, на сцену. Ну, да, дети нас уже не смотрят, но взрослые со слабым сердцем посматривают иногда. Нет, ну вы как хотите компетентировать. Ваша камера. Дорогие телезрители, я бы хотела бы вам пожелать, чтобы в каждом дне вы находили что-то такое, что делало бы вас чуточку счастливой, дарило бы море позитива и улыбок. Ну, а мы в программе «Профилактика» постараемся сделать ваши вечера наиболее интересными, приятными и занимательными. Не переключайтесь. Ловко на этом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова